Медитация твоей наивысшей вибрации Твоей как бы точки опоры физической реальности Просто будь осознанным в этот момент Замечай, как ты непринужденно слышишь мой голос Замечай, как ты непринужденно слышишь мой голос Звук моего голоса воспринимается сознанием Это потому что ты находишься в расслабленном сознании В состоянии без напряжения, без усилий В состоянии, которое ты не можешь изменить В сознании, которым ты не можешь не быть Ты можешь поменять качество восприятия сознания Можешь поменять ощущение своего состояния Но ты не можешь поменять сам факт своего существования Ты не можешь прекратить существовать Ты не можешь перестать осознавать существование Ты воспринимаешь, как мой голос достигает сейчас до тебя Просто утверди себе внутри Я здесь, я сейчас Жизнь наполнена появляющимся обстоятельствам Которые приходят и уходят Приходят и уходят Мысли приходят и уходят Эмоции приходят и уходят Люди приходят и уходят Обстоятельства приходят и уходят Но я, я есть. Я продолжаюсь. Я остаюсь. Я не могу поменяться. Я не могу быть отмененным. Я существую и всегда будет так. Я существую. Я есть будет я есть. Я есть может поменять форму, но я есть всегда будет я есть. Теперь, когда ты сконцентрирован на моменте я есть, я тебя проведу через процесс увидеть это, почувствовать это и стать этим. Вернись к тому, что я тебя спрашивал. Какая самая основная вибрация – настоящее состояние тебя? Кто настоящий ты? В том смысле, что ты пришел сюда испытывать больше всего, какой тип энергии, какие опыты, какое качество опыта ты хочешь испытывать больше всего, делиться больше всего и тем самым становиться больше всего, воплотить больше всего, реализовать больше всего, стать мастером этой волны. Какое качество опыта ты тут, чтобы следовать и воплотить? Увидь это. Представь это. Как бы это было, как бы это чувствовалось. Представь себя абсолютно обретающим это качество через опыт каждого дня. И представь это в самом для тебя воодушевляющем варианте и окружении или сценарии. Представь свой самый воодушевляющий сценарий. Не будь слишком детальным. Просто найди это ощущение. Но если у тебя есть детали, используй их. Какой будет самый воодушевляющий сценарий для тебя? Самые воодушевляющие обстоятельства для тебя, чтобы прожить те качества, которые ты выбрал. Как это было бы? Как бы это выглядело? Увидь это. Добавь детали. Иди от одной детали к другой детали. Третьей детали. Замечай. Замечай постоянно, насколько ты присутствуешь в этом опыте. Как ты находишься присутствующим в этом опыте. Как ты безмерно наслаждаешься этим опытом, этим потоком, эту смешанную грань между тем, кто ты есть, и тем, чем твое окружение стало. Каким стало твое окружение? Оно стало незамедлительным продолжением того, кто ты есть. Оно стало очень четким отражением твоих искренних желаний сердца через определенные качества твоего опыта. Ощущай это. Чувствуй это. Ты видишь это очень четко в твоих милях, в твоих мыслях, в твоем воображении. Чем четче ты сможешь обрисовать себе это, тем яснее ты увидишь, что ты становишься этим. В тот момент, как ты настраиваешься на это в своем воображении, которое работает, как настраивающийся механизм, как антенна из параллельных реальностей. Чем сильнее ты настроился на эту воображаемую картинку в себе и в своем окружении, тем сильнее ты начнешь загружать чувства, которые принадлежат к этой реальности, которые принадлежат к этой параллельной версии тебя. Параллельный ты уже существует. Не путайся в этом. Если бы эта версия тебя не существовала, ты бы не мог знать о ней. Ты бы не мог ее представить. Ты бы не смог хотеть стать этой версией себя. Все, что ты хочешь, уже спрятано внутри твоего сознания, как потенциальная проекция того, кто ты есть. Просто представь ее, подключись, настройся на эту параллельную версию себя, спрятанную внутри твоего сознания, и ощути ее настолько ясно, насколько ты можешь. Представь обстоятельства. Представь чувства. Представь мысли, которые у тебя есть. Ты начнешь замечать, что это чувство начнет загружаться в твое ощущение себя в настоящем времени. Как ты сидишь сейчас, например, и улыбка появляется на твоих губах. Чувство сияния. Чувство расширения. Чувство обретения того качества, которое ты представляешь. В какой-то момент ты просто начинаешь чувствовать это. И всегда, когда ты представляешь, как ты видишь картинку идеальной версии себя, привноси в осознавание знания, что это на самом деле возможно. Иначе ты бы не мог подключиться к этой версии себя. Если ты можешь это себе представить, увидеть, значит, это доступно в твоем вибрационном спектре того, что возможно для тебя манифестировать. Принеси с собой чувство, что то, что ты видишь, на самом деле возможно. Что оно может произойти, если ты позволишь этому жить внутри себя. Если ты разрешишь себе это манифестировать, то это на самом деле, точно, однозначно, что это станет тем, кто ты есть и становишься. И это вдохновляюще. И как только то, что ты видишь, тебя вдохновляет, ты начинаешь чувствовать это. И ты начинаешь создавать эту связь с этой реальностью. Чувства, связывающие параллельные реальности между собой. Эту реальность, в которой ты предполагаешь, что ты существуешь сейчас, и реальность, в которой ты еще не до конца представил себя, но к которой у тебя есть доступ через ощущение, через осознавание, через воображение. Итак, теперь ты начинаешь чувствовать это. Начинаешь загружать это с параллельной реальности. Начинаешь создавать эту связь. Ты начинаешь соединяться к той части себя, которая самая вдохновляющая для тебя, чем та порция, которую ты создавал через твои прошлые мысли, эмоции и убеждения. Теперь ты начинаешь сдвигать свою парадигму, свое видение себя, понимание, кто ты есть, кем ты хочешь быть, и как ты реагируешь на обстоятельства, и как ты себя ощущаешь по отношению к ним. Ты начинаешь замечать, что эта новая версия тебя намного смелее, намного свободнее. Она менее связана со спецификой. Она не заботится о специфике, потому что она так наполнена состоянием бытия, состоянием расширений, состоянием желаний и состоянием воодушевлений, уважения ко всему живому. Ты знаешь, что ты можешь очень красиво, очень величественно, очень ощутимо манифестировать эту версию себя. Теперь, когда ты воодушевлен этой новой версией себя, она начинает ощущаться более реальной, более вероятной. Как только она начинает ощущаться более вероятной, ты начинаешь опять загружать ее в настоящее ощущение себя. Более точно говоря, ты начинаешь переключаться в эту параллельную реальность и оставлять другую позади. Это когда ты начинаешь чувствовать ее, когда ты начинаешь связывать, сдвигать свою настройку туда, из-за этой реальности, ту реальность. Это тот момент, когда ты становишься очень вдохновленным. И потом, когда ты почувствовал это, стань этим, стань этой чистотой, воплотись в нее, сделай ее основной вибрацией себя. Знай, что это и есть то, кто ты есть, что нет ничего, что могло забрать это у тебя, кроме твоих убеждений, которые у тебя есть сила поменять в любом случае. Так что даже это не может тебя остановить. На самом деле, ничто не может остановить тебя в становлении чистого состояния себя. Ты начинаешь чувствовать это. Ты начинаешь выбирать быть этим и становиться этим. Потом ты начинаешь понимать, что твое поведение должно начинать соответствовать. Твой режим бытия, образ, как ты несешь себя в жизни, должен отражать эту новую версию тебя. Ты не можешь продолжать вести себя так, как ты вел раньше, до этого момента. Потому что если ты продолжишь, ты не привнесешь это в свою физическую манифестацию. Твоя воображаемая реальность остается фантазией, что тоже неплохо, лучше, чем ничего. Но она также может стать, как что-то дразнящее, пока это не проявилось полностью. И радость нашего существования это осуществить, исполнить, сделать завершенным этот цикл сотворений из нефизического в полностью физическую природу реальности. Итак, как эта версия тебя в этой среде, в этой идеальной, красивой среде, как это бытие отвечает на среду, как эта новая версия тебя видит все вокруг, все каждодневные вещи, как она переживает события. У этой версии такие же мысли, она настолько же сомневается во всем, в чем ты, возможно, сомневался. Она настолько же колеблется, как ты, возможно, сейчас колеблешься. Или она просто видит больше того, чего она хочет, просто воспринимает свои предпочтения и устанавливает это как основу для действий. Это откуда она действует. Это то, как она в целом действует. И как эта версия тебя ведет себя по-другому, чем та версия тебя, которая есть сейчас. С этого момента, как ты начинаешь интегрировать эту новую версию себя, это новое ощущение бытия, ты начинаешь на самом деле больше и больше становиться новой версией себя и меньше этой версии себя. И что происходит, это то, что ты начинаешь унаследовать реальность новой версии себя и оставлять позади реальность этой версии. Просто становись ею, знай, что ты, она, излучай ее, думай ее, чувствуй ее, будь ею, верь в нее, действуй соответственно. Веди себя так, как будто бы ты уже эта версия. Вить только свои предпочтения, вить только свои предпочтения, вить только то, что ты предпочитаешь. Ведь все так, как ты предпочитаешь все видеть. Веди себя так, как ты предпочитаешь себя вести, вне зависимости от того, что происходит. Чувствуй то, что ты хочешь чувствовать, вне зависимости от того, что происходит. Игнорируй происходящее, это все отражение тебя. Перестань подстраиваться под то, что всегда подстраивается под тебя. Прими естественный порядок сотворения, который есть. Состояние первично, окружение — опыт, вторично. Опыт вторичен, он следует за твоей вибрацией, за твоим выбором, за твоим состоянием. Позволь твоему «Я есть» быть окрашенным в предпочтении твоего выбора. Только, только, только быть верен этому. Попробуй, если ты не доверяешь процессу, проверь. Проверь один день, проверь его сегодня вечером. Если ты можешь вызвать воображение, этот объем внимания. Попробуй сегодня вечером. Это не так много. Попробуй это сегодня вечером. Просто поставь на паузу свои сомнения и свои убеждения. И просто попробуй, протестируй. Посмотри, как это ощущается. Чувствовать себя только так, как ты хочешь себя чувствовать. И игнорировать все, что кто-либо думает, что они говорят, как они на тебя смотрят, как они к тебе относятся, как окружение диктует тебе, что ты должен чувствовать. Игнорируй все это на один вечер. И только сонностройся на то, чтобы видеть, чувствовать и быть образом твоего выбора. Вибрацию твоего выбора. Игнорируй. Игнорируй. Игнорируй все остальное. Попробуй. Протестируй. Активируй себя. Поддерживай себя в этом процессе. Это самый быстрый способ. Если ты сможешь сделать это, то очень много твоих вопросов просто испарятся. Они станут неактуальными. У тебя появляются вопросы только потому, что ты думаешь, ты не можешь быть тем, кем ты хочешь быть. Но как только ты начинаешь решать, кто ты, подключаться к тому, что чувствуется правда для тебя, и становиться этой версией себя, тогда все вопросы исчезают. Ты перестаешь сомневаться в себе, потому что причины сомневаться в себе нет, так как ты просто прикреплен к твоей версии себя, к любому состоянию, который ты пожелаешь. Это как холст, на котором ты рисуешь версию себя. Не понравилось что-то? Просто рисуй сверху. Рисуй другой образ. И рисуй сверху новый образ. Не понравилось? И снова рисуй сверху новый образ. И новый образ. И новый образ. Если холст станет слишком толстым или слишком тяжелым из-за всех этих слоев, выкинь его, возьми новый холст. Начни с самого начала и сделай то же самое. Не нравится, что ты видишь? Нарисуй. Не нравится половина? Поменяй половину. Не имеет больше никакого смысла? Рисуй поверх. Рисуй снова. Делай это постоянно. Постоянно, постоянно генерируй свою реальность таким образом, видя только то, что ты хочешь видеть. Это то, как ты рисуешь. Когда ты держишь в памяти своего воображения то, что ты хочешь нарисовать, это прям буквально то, как ты раскидываешь краски в эту реальность. Как ты выбираешь не просто быть неопределенным, непоследовательным, рандомным. И когда ты разрешаешь другим людям решать за тебя, кто ты есть. Те мысли, те случайные рандомные мысли, которые ты начал думать о себе, когда ты еще был ребенком, когда ты не выбирал, кто ты. Конечно, твоя жизнь будет выглядеть как хаотичный беспорядок, потому что это то, что ты рисуешь, то, как ты видишь, кто ты. Меняй, кто ты есть тем, что ты воображаешь себя кем-то другим, потому что ты чувствуешь себя кем-то другим, потому что ты становишься кем-то другим. И затем, снаружи, ты начнешь видеть отражение этого нового образа себя. Но сначала ты должен генерировать то, что ты видишь там, не на физическом уровне, и не в физическом уровне сознания, который мы знаем как воображение. Ты видишь это, ты чувствуешь это, и ты становишься этим. Это то, как ты представляешь себе свою жизнь. Это не сложно, это не так уж сложно, это всегда было легко. Ты всегда это делаешь и делал. Это не новый процесс. Тебе на самом деле даже не нужно тренироваться. Тебе не нужно тренироваться, пока ты создаешь свое окружение, потому что это то, что ты делаешь даже прямо сейчас. Иначе у тебя не было бы опыта того, как я сейчас с тобой разговариваю. Прямо сейчас ты распределяешь все молекулы вокруг себя. Я знаю, в это трудно поверить, но это правда. Так чего же ты ждешь? Чего ты постоянно ждешь? Что ты потенциально можешь ждать? Если это твое творение, разве в этом есть какой-то смысл? Ждать, если это твое собственное творение. Если это не твое творение, я полностью согласен. Продолжай ждать, продолжай спрашивать, продолжай прояснять. Продолжай стараться ходить в библиотеку, прояснять, кто ты. Продолжай спрашивать других людей, чтобы тебе рассказали, что существует там, которые знают, как реальность работает. Да, если это был бы тот случай, это был бы тот самый лучший способ, я согласен. Но так как ты помещаешь все это в свое собственное создание каждый раз, и тебя всегда направляют, ты всегда создаешь свою собственную реальность, тогда каким образом это имеет смысл? Ждать. Ты всегда будешь ждать своего собственного выбора. Ты просто бы ждал до того, как ты дашь себе разрешение принять это решение. И ты мог создавать всех этих великих людей, давать себе всякие разные вещи, годы, годы и годы. И ты взвешиваешь за и против всех своих решений, своих желаний, своего воодушевления. Стоит ли мне принять это решение или нет? Все это время ты просто играешь игру сам с собой до тех пор, пока ты не дашь себе разрешения прийти в момент, когда ты сможешь сказать, «А, окей, теперь я знаю ответ». И потом ты совершаешь изменения. И потом твоя реальность меняется. И потом новый набор вопросов возникает. Это естественно. Однако, что я хочу сказать, что тебе не нужно ждать годы, чтобы принять каждое малейшее решение в своей жизни. Потому что ты создаешь эти годы в своем сознании. И ты создаешь кажущуюся стагнацию на года, очень-очень похожей, одинаковой реальности изо дня в день. Каждый новый день ты создаешь это, ты создаешь это, ты создаешь это. Не понимая, что ты создаешь это, и ты делаешь это невинно и неосознанно, но ты создаешь одну и ту же реальность каждый день. Каждый день, каждый день. И потом ты начинаешь изменять ее немножко, и немножко и немножко каждый день но настолько немножко что я бы назвал это ожидание я бы не назвал это время выяснения кто я есть неплохая идея в целом намерение супер но тот способ которым вы действуете не настолько эффективен насколько он мог бы быть меняй кто ты есть тем что ты воображаешь себя кем-то кем ты хочешь быть становись этим другим становись сначала внутри потом это придет снаружи генерируй свою версию себя и оставайся с ней генерирует свою реальность создавай ее каждый новый день новую реальность того кем ты хочешь быть меняй кто ты есть тем что ты воображаешь себя тем кем ты хочешь быть